Лидеры Конгресса нашли решение, которое поможет отложить шатдаун, политика. Лидеры Конгресса США в ходе дискуссий достигли соглашения по нескольким законопроектам в рамках бюджетной резолюции, что позволит сдвинуть сроки частицной остановки работы нескольких министерств, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на политика. По данным издания, ведущие члены Конгресса заключили временное соглашение по законопроектам, затрагивающим, в частности, финансирование управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, а также Министерство жилищного строительства и городского развития, при этом шатдаун Пентагона и Министерств внутренней безопасности, труда, здравоохранения и образования конгрессмены договорились отложить до 22 марта. У Сената и Палаты представителей есть всего два дня на то, чтобы принять временные резолюции, иначе 2 марта может произойти частичная остановка деятельности правительства. Напомним, что шатдаун в США наступает в том случае, если Конгресс не успевает одобрить, а президент своей подписью утвердить финансирование работы федеральных органов власти, что предшествовало. Напомним, 27 февраля президент США Джо Байден собирал в Белом доме лидеров Конгресса. Главными темами переговоров должны были стать избежание шатдауна и помощь Украине. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер по итогам встречи рассказал, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон неоднозначно дал понять, что хочет избежать шатдауна. Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис после переговоров также отметил, что есть оптимизм в вопросе избежания шатдауна. Также ранее сообщалось, что Байден 19 января подписал законопроект о временном бюджете страны, который позволил отсрочить шатдаун до конца февраля. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.